Привет! Моя первая остановка в марафоне по островам это Лидо. Если Венеция это старинные улочки, каналы, традиции, очень-очень древняя архитектура, ну старинная, то Лидо это уже шик, блеск, променады и уже более современная архитектура. Также широкие улицы и машины, чего в Венеции, в самой Венеции просто нет. Я увидела очень красивую, даже не балкон, лоджию, застекленную таким петражом. И самое классное, что изображены апельсины и, собственно, под этой лоджией в саду растут, кажется, апельсиновые деревья. Ну, во всяком случае, какие-то цитрусовые. Это же прекрасно. Вот, так что мы немножко попробуем пройтись по променаду и дойти до моря, до пляжа. Ну, здесь, да, здесь всякие рестораны, бары, куча магазинов, шик блеск, все дела. В принципе, как и в любом стандартном курортном городе, все вылезно, все ухожено, прятненько. О, машиночка. Спасибо. Платаны, олеандры. Ну, вообще, если посмотреть, то это еще даже не столь туристическое... О, лунопарк. Не столь туристическое место, сколько даже место отдыха местных. То есть, когда надоел шум деньгам в Венеции, все туристы. Народ берет, собирается и идет сюда гулять, читать газетки на лавочках. Наслаждаться цветами осени в данном случае. О, где Азара? Вот так вот. Здесь тоже полно парков. Ну, раз уж мы с формистом, то можно. О, гуля. Гуля только что на брейшем полете меня. Хипи забрила. Буквально над головой пролетела. Пошли на парк, посмотрим. Да, ледо, конечно, намного более зеленый. Такой расслабленный, прогулочный. Только, кажется, в эту сорт отсюда не пройти. Ну и ладно. Пальмы. Конечно, куда же без пальм? Огромные сосны. Тоже эти каменные, по-моему. Которые, когда жарко и вовсю светит солнце, распространяют офигенный запах. Хвойный сладкий, такой терпит слегка. Алиандры уже отцвели. О, парка Прилата. Вот так-то. Ну, у него очень заброшенный вид. Полно лавочек. Почувствуйте себя на отдыхе. Будем так сказать. Будем, скажем так. Ох, какие классные велосипеды. Это как это, велокареты. Я так понимаю, их можно арендовать. Так. Упс. Ладно, я сейчас нарушу все правила дорожного движения, но извините. Это же классно. Здесь действительно можно арендовать, судя по всему. Тут есть карта. Карта ледов. И вот такой вот компанией группа из, я не знаю, сколько человек. Сколько? Ну, двое, трое, может быть, очень. Ну да. Скорее всего, семья и кто-нибудь маленький сюда поместится. В общем, вдвоем так можно кататься по всему острову. Превосходно. На входе на пляж в Лидо висит объявление. Внимание, нелегально покупать что-либо у уличных торговцев без лицензии. Штраф от 25 до 500 евро. Это интересно, это штраф для тех, кто продает или для тех, кто покупает у них. Такое ощущение, что для тех, кто покупает у них. Чтобы неповадно было. Вот так вот, уважайте Венецию. Не поддерживайте нелегальную торговлю. Пляж формально закрыт. Точнее так. Конечно же по нему ходить можно. Закрыт, это значит, что нет спасателей Малибу. Но просто вот есть люди, которые ухаживают за самим пляжем. Вилдо это один сплошно-гриднанский пляж. По крайней мере с этой стороны острова. О, ракушечка. Мммммммммм. Сувенерчик почти. Под гигантским пляжем я подразумеваю много-много-много километров туда. И много-много-много километров сюда. Но моя цель, вот она. Вот она, море. Ура. Игнорирую ракушечки, игнорирую ракушечки. Потом вода, море. Вот интересно, пляж закрыт. А если я в воду полезу, то на меня ругаться будут? Не будут. Кто же нас остановит? Ааа, счастье, волны. Сувенирчик. Причем это, я так понимаю, платный пляж. Точнее, как платный. На нем, на нем формально есть охрана, но только в летний купальный сезон. Сейчас, конечно же, никакой охраны нет. Но я видела женщину в пла... Господи, не в платке, в полотенце, в шапочке. Так что, кажется, люди все-таки купаются. Местное моржевание искупаться в воде в 16 градусов. Я думаю, для итальянцев в 16 градусов это что наше минус 10. Это самое холодное, в чем я купалась, было в 10 градусов. Плюс 10 градусов. Это было в горном озере. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. И я нашла плоды земляничного дерева. Насколько мне известно, земляничное дерево, во-первых, растет здесь в декоративных целях, а во-вторых, плоды съедобные. В принципе, должны быть примерно как листья. Котики хотят в водичку. Водичка там. Но здесь укромный уголок, поэтому котики сейчас пойдут в кеды. А ноги пойдут в водичку. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только на него гляньте Это безумие и отвага Ой, спрятался Кто-то подошел Испугнул моего рака-отшельника О, здесь пузырится Посмотрите Ай, он серьезно Он довольно больно это делает Ну как больно Чикотно, конечно Но ощутимо Рисуем рака-отшельника На пляже в Лидо Вот вам и сувенирчик Нашла ракушечку На дне моря-океана Ладно, ладно, все Отпущу я тебя сейчас Знаете, я совсем забыла Что такое Адриатическое море Адриатическое море Это очень много крабиков И раков-отшельников И когда ты стоишь Долгое время на песке Они берут Вылезают из песка И начинают щипать за пятки Ну, вот этот маленький А я стояла в воде Никого не трогала Просто по колено И тут хоп Меня кто-то за пятку щиплет Ну, вы можете, наверное, представить Мою реакцию Подпрыгнуть Забизгнуть И так далее Вот А тут нашла еще одного крабика Да Который пытается от меня убежать Я, опять-таки, не буду его слишком долго стрессировать А дам ему это сделать Хотя нет Я, пожалуй, его все-таки Выбучу туда На ту глубину На которой я его нашла Хотя он сейчас сам отвалится Да, приятель? Сам отвалишься Или? Ну ладно Давай мы тебя выпустим Оп Все Где-то там на ней Теперь он будет Дальше Зарываться в песок Не хватает Ничего не подозревающих Туристов За пальцы, пятки И прочие Доступные части тела Вот такая вот она Адриатика Толовливая Вот это, кстати, тоже довольно интересно Здесь моллюски Живые На данный момент Выкапываются почему-то из песка Хотя, казалось бы Что им делать на поверхности Вот Такая вот ракушечка Не знаю, как именно называется Но это двухсторочный моллюск И вот он Обычно зарыт песок Но сейчас почему-то они решили вылезти Вот как бы его Родственники Вот они такие вот зарытые И вот Этого я застала прям в процессе И он смутился И теперь уже не будет никуда Видимо в ближайшее время ползти У двухсторчатых моллюсков есть Ну, в принципе Ну да По идее, у всех моллюсков Как раз С творчатых и этих самых Брюфоногих У них же это Их часть Которая ее передвигаются Называется нога По крайней мере У двухсторчатых точно Про бруфоногих не помню Но он этой Своей мускулистой ногой Как раз и Переползал Мне тут тоже Какие-то признаки Жизнь не поддает По крайней мере Он Плескивает воду Чуть-чуть Что они забыли На поверхности Я честно Не знаю Вылезли подышать Ну, видимо Им так надо Здесь был какой-то Точнее не было Вот он есть Какой-то очень Упоротый и упертый Моллюск Он вырисовал целый Прочти что целый круг По крайней мере Букву С Или С Ему очень надо было Ещё одна доказательство Того, что ледо Это больше для местных Это то, что все Поголовные пытаются Говорить со мной по-итальянски А я им Просто Пердоне Но парле Хотя В принципе Что-то понимаю Из того, что меня спрашивают Например Бабуля до этого Спрашивала Как водичка И я ей просто сказала Ну, бене Та самая бабуля Которую вы слышите На заднем фоне Очень интересно Венецианскому Такие ракушечки Называются Гарузола А поняла она Потому что Она обращалась ко мне А я не среагировала И потом она сказала Look here И показала мне Ракушку Вот Очень классно Ой Как она прилипла Живая, значит Хотя, может, конечно Её там так Заклеило Что она уже Её не вытащишь никак Но я думаю Она живая На самом-то деле Гарузола Здесь очень много разных ракушек Часть из них, кстати, даже, по-моему, съедобные Ну, в принципе, я думаю, они При большом желании Все съедобные Но мне кажется, там Видела где-то Что-то устрица Устрица Конкретно здесь Вот Вот Это вот В принципе Даже похоже на то, что можно есть Ну, не конкретно это Но Вид Много-много всяких О, кстати, вот Да, точно Живая Здесь даже видно Что она Оп А может, там крадок О, нет Все-таки ракушка В смысле улитка Живая Брехоногая Живая Брехоногая Гарузола Ну Вкусируйся, пожалуйста Ладно Верну ее на камень Чтобы не пересухало Ну Или так Не знаю Положу Она сама уж разберется Как ей удобней Вот Классные крады Как-то могут найти Но Пока их Пока не А Народ Прям Их так И собирает Вот Только что Тех Которых Я показывала Что они В песок Врываются Как раз Женщины Собирают Для еды Прям Реально Собирают И будут Делать Паста Вонголи Вот Вонголи Называются Такими Ракушками Ну Именно Вонголи Вот Вот С Такими Вонголи 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 Режими Варить Режими Собирать До тех Пор Пока Я Доберусь До ближайшего Места Где Соберю Варить Пасту Они Уже Явно Стихнут Вонголи 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 Она Здесь К сожалению Не так Хорошо Видно Но Она Такая Зеленая Фиолетовая Я Попробую Сейчас Поближе Не пролезть Какая-то Будет сложно Я вижу Здесь Медиа Целая Колония Не знаю Насколько Они Живые Неживые Но Вроде Как Если Растут Все Еще Не Отвалились И Наверное Живые Я Еще Нашла Зеленые И То ли Красные То ли Бурые Водоросли На Которых Ни Одну Руку Не Спокусироваться Конечно же Упс Вот Ладно Зеленые Улетел И Осталось Красные Вы Знаете Что я Нахожу Интересным Помимо Всего Этого И Помимо Того Что По Разные Стороны Волнореза Волны Действительно Разные Здесь Такие Уже Более Сильные Там Вполне Еще Очень Очень Даже Плавненькие Покатистые А здесь Прям Барашки Так Вот Помимо Всего Этого Что Интересно Это Несмотря На То Что Это Пляж Несмотря На То Что Здесь Свежий Воздух И Все Могут Быть На Расстоянии Друг Друга Более Двух Метров Крабики Крабики Так Вот Несмотря На Все Все Ровно Ходят В масках Ну Почти Все Очень Многие В этом Случае Все Ровно Он Держит Ну Да Тоже Влажно Маска Что Делать Кроме Тех Кто Идет Купаться И Тех Кто Ест Все 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 В Ладно Пускай Продю Покупай Шрабик Я же тебя видела Они глаза острые Они видят и убедают сразу Но они здесь видят Ну почти Али реально Очень Кострое Ну ладно Кстати Вот эти вот глюца Тоже Нужно Есть Только Нужен Хороший Нож Чтобы Их Отобрать И у них Еще защитный Механизм Как только Начинаешь Вот так Вот Чуть Чуть Подковыривать Они Сразу Берут И Включают Вакуум И присасывают На Намерка Хорошую Сморовку Иметь Чтобы Их Грамотно Отобрать А в общем-то Здесь Расчет Целый Обед Устрицы Ну или Что-то Устрица Устрица Образное Блюдца И Лидии Еще И крабики Бегают Которых Еще Надо Поймать А еще Прикольно Там Где Недавно Росли Ракушки В смысле Росли Ракушки Камень Совершенно По-другому Выглядит Такой Насиженный Вылизанный Нет Крабик Ничего Не Ладно Обед Хрен За два Тебе Обед Нужен Хороший Нож Это Даже Несмотря На то Что Здесь У нее Довольно Большой Зазор То есть Теоретически Будь я Посильнее Был бы рычаг Но Кстати На самом деле Много Что у меня Есть С собой Ну ладно Оставлю Животных В покое Пускай Живут себе Сперва Мне готовить Не будет Ну вот Такое Волшебное Лидо О А чайка Кого-то Поймала Молодец Великолепно И теперь У них Будет Просто Махать Одна Поймала Вторая Отбирает О Нет Не Отбирает Молодец Здесь Чайка Занимается Тем Что Положено Делать Чайкам Ловят Добычу А не Буклянчивают Ее У Туристов Лидо Деменеце Лидо Лидо The outermost Island That protects Venice Basically From The Адратик Sea As You can See The sea Is Right Here And There Are Lots Of Muscles There Are Lots Of Seaweed And I've Been Hunting Crabs And Finding Hermit Crabs Which Are Really Fun Because I was Collecting Sea Shells And Then I Really Forgot That Well I'm At The Mediterranean Area And Adriatic Sea Is Just Full Of Small Living Creatures Which Don't Necessarily Like To Be Disturbed But Well It Happens Whether We Like It Or Not There Grows My Potential Dinner Or Lunch All Kind Of Muscles Also Some Kind Of Oysters And All Those Flat Saucer Like Sea Shells But I've Also Seen People Collecting Vongole Those Are Two Side To Like Double Shell Seashells Which You Put Into Spaghetti Vongole But You Need To Collect Them Fresh Of Course Like Even If I Wanted To Make Some I Don't Have The Possibility So I'll Just Let Them Grow Or Well Live Where They Are Also Down There I Found Sea Anemone Or Yeah There Might even Be able See This Purple Gwede Shining I don't Know All It's 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 Really It's Not So Windy But The Waves On This Side Of This Wave Barrier Are Quite Strong But Yeah On The Other Side It's Really Really Calm Really Nice And That's Basically It Also Yeah Well I've also Visited Venice Obviously And Today The Plan Is Still To Take The Vaporetto It's Like It's Like This Venice Type Of Water Taxi Or Water Tram If You Want It's A Boat Which You Can Hop On Hop Off For 24 Or In My Case I Bought The Two Day Ticket So 48 Hours Which Cost 30 Euros For Two Days 20 Euros For One Day Well 24 Hours Or 48 Hours And Yeah Then You Can Just Use It As Much As You Want Within This Time Period And Considering That One Day Ticket No Not One Day Ticket Sorry 75 Minute Ticket Cost 750 Euros It's Just Basically To Usage One Way Well You Can Also See The Entire Grand Canal With This One Way Ticket Basically Because The Trip Only Takes Half An Hour Maybe The Most From San Marco To Piazzale De Roma So Those 75 Minutes Are Actually Quite Sufficient If You Don't Want To Spend Too Much Time In Venice But Yeah In My Case It Was Worth Taking The More Expensive Version Because Well I'm Staying Here Over The Weekend So Visiting The Neighboring Islands I've Been To Venice Previously So It Was Not Really About So Much About Seeing The City But Of Course That That As Well But For Me This Trip Was Really About Enjoying The Sea Which I Really Really Missed Yeah So Not So Much To Tell I Visited San Marco Square I Visited The Gran Canal I Seen The Or Show You The How You Call It Maria De La Salute Church One Of The Most Famous Churches And Well Also Views Of Venice Which Is At The Beginning Or Well More Correctly At The End Of Gran Canal Which Use The Church That You See From Marco It It's One Of The Churches One Of The Five Churches I Think If I Remember Correctly Which Have Been Dedicated To Liberation Of Venice From Plague Yes The Black Plague Yeah That's Pretty Much It Really Really Short Summary Oh Yes I've also been attacked by crabs The ones that like to dig in the sand And just pinch you, pinch your feet when they feel like it, when you're standing on top of them, I guess So Yeah Having fun at the sea Enjoy Today I decided to try a fast food It's Sharks With mozzarella And A lot of salt In A quick A snack On A 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 Для пенсионеров, для семей с детьми, для тех, кому хочется моря, кому хочется солнца, ну, сегодня повезло, солнце есть, для тех, кому хочется просто отдохнуть от суеты, суматохи и так далее. Даже Чайка со мной согласна, Чайка чилит. Профессионирование, Forensка, Парту Олежка. Just saying that I'm so relaxed, yeah, I was just about to say that Ледо is a really, really relaxing place and as you can see by the horizon, how how it tends to tips to tip from time to time. I'm so relaxed that yeah, just sitting here eating those mozzarella balls. Фрид моцарелла, итальян фастфуд И чили, и ждать за мою вапаретто И поехать на Урана Я думаю, что это было Или вернемся к Венеции Мы посмотрим, что будет первым